Приветствую вас, уважаемые зрители и гости канала Александр Сева Хобби. Как видите, продолжаю готовиться к рыболовному сезону. Заказали с другом плетенки. Плетенку заказывали Синайт. Такая плетеночка 0,10 мм. Взяли плетеночку 0,12 мм. Это всё четырёхжилочки. И взяли на пробу восьмижильную плетенку. Плетенка 0,16 мм. Так сказать, для хэви-джига. Довольно неплохая плетенка, друзья, за свои деньги. Четырёхжилку брали по 300 мм. А вот 0,16 мм. Восьмижилку взяли в бобине 500 мм. И сразу хочу сказать, плетенка вот восьмижилочка мне вообще очень понравилась. Не знаю, точный у неё диаметр или не точный. Но, по крайней мере, 0,16 мм. Мне кажется, что здесь и есть 0,16 мм. Конечно, тяжело определить на глаз. Но плетенка очень мягкая, хорошая, сечение круглое. И очень понравилось. Вообще, решил снять видео из-за того, что заказал такую интересную вещь. Заказал смазку для катушек. Хотел заказать смазку Цуриноя. Но Цуриноя в Беларусь не хочет доставлять бесплатной доставкой, а хочет за это взять деньги. И не хотелось мне переплачивать лишних 2 доллара. И я заказал в магазине Джонка. Такую вот смазочку. Стоимость её 3 доллара 75 центов. В принципе, по картинкам очень похоже на Цуриною. И я решил её взять попробовать. У меня есть такая вот катушечка старая. Робинзон. 9 подшипников. Уже ей, наверное, лет 8, если не больше. Покупал за хорошие деньги. Но теперь вот, можете услышать, скрипит. Шумит, как вертолёт. Как бы выкидывать жалко эту катушку. Попробую её реанимировать данной смазкой. Разберу. Сделаю. Помажу. Смажу. И потом вам покажу, какой результат получился. Стоит брать данную смазку, не стоит. Хотя, опять же, по этой катушке судить сложно. Вот, видите, даже два подшипника находятся на роторе. Уже такая довольно вся грязная, старая, забитая песком. Ни разу не проводил я ТО данной катушки. Конечно, жалко. Теперь надо к катушкам относиться посерьёзней. Новые катушки, конечно же, которые я приобретал, буду теперь смазывать и проводить ТО. Ну, сейчас разберу катушку, смажу её и включусь, расскажу вам свои впечатления. Но, как видите, всё очень шумит, очень гремит. Ну, просто жалко катушку. В принципе, поставится её на фидер. И она ещё прослужит долго и долго, как говорится. Ну, отключаюсь. Наконец-то, друзья, провёл ТО своей катушки. Заняло это у меня чуть более четырёх часов. Без схемы было тяжело собрать всё назад. Но, что хочу заметить. Смазка мне очень понравилась. Катушка намного тише стала работать. Появился свободный ход. Раньше, конечно, она уже не так крутила. Смазкой я доволен. Катушке восемь лет. И хоть как-то её получилось реанимировать. Уже не хрустит, не скрипит. Да, так шумит немного. Но, я скажу, для катушки, которая прошла столько рыболовных сезонов, это очень хорошо. И она до сих пор ещё у меня в строю и в ходу. Но она стала намного тише работать. Стала намного мягче крутить. На фидере она у меня ещё этот сезон побегает 100%. Ну, и что хочу сказать про смазку. Смазкой я остался очень доволен. Я думал, её уйдёт очень много у меня. Но данных тюбиков, катушек на шесть, точно хватит. А то, может, даже и больше. Вот эта жидкая силиконовая смазка предназначена смазывать подшипники. А вот эта такая густая, синего цвета, она предназначена смазывать шестерёнки. Довольно хорошо растекается вот эта силиконовая. И удобно наносить вот эти тоненькие носики. Да и для такой цены я остался очень доволен. Теперь у меня есть в наличии и смазка. И можно будет провести ТО всех катушек. Кому интересно, ссылочку на смазку оставлю в описании под видео. Заходите, заказывайте. Если вы проживаете в России, конечно, можно заказать у фирмы Цуреное. Но я думаю, это одна и та же смазка, только под разными брендами. Хотя, опять же, для пробы надо заказывать, пробовать и смотреть. Я изначально хотел заказать Цуреное, но у меня не получилось. На этом видео буду, друзья, заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч. Оставайтесь на канале. Продолжение следует...